привет дорогие друзья и подписчики зоотроп снова с вами и сегодня мы продолжаем цикл передач про черноморку люцдорф конечно все вы знаете и помните и мы неоднократно рассказывали многие из вас знают что первый электрический трамвай был именно в люцдорфе да уже в то время в одессе была конка на рельсах но именно электрический был в люцдорфе и так переносимся в начало прошлого века это ориентировочно 1910 год и вспоминаем что это было самое активное развитие кросс рельсового транспорта как или в люцдорфе так и в городе мы хотим показать еще один интересный раритет который есть на данный момент сохранился в нашем любимом люцдорфе мы сня пойдем гулять на море показывать вам что после вчерашнего шторма с причалом под у то с берегом и с причалом 133 я думаю мы дойдем а сейчас мы хотим показать вот этот вот столб который держит точнее вот эту вот опору трудер деревянный столб возле остановки 15 станции люцдорфской дороги и так давайте посмотрим теперь укрупненно что здесь у нас написано так повернем камеру буквы потом цифры и 1910 год 7 месяц вот так на камеру будет хорошо видно и это один из тех самых рельс которые были в люцдорфе когда-то проложены по вот этой самой улице вот перекресток проспект свободы карла липнихта улица по ней ходил трамвай кто помнить мы показывали там остановку возле кладбища которые сейчас сделаны ворота итак а теперь мы идем в сторону моря спасибо что вы с нами зоотроп работает для вас вас подпиской лайк мы погнали вперед и вот мы пришли на спуск которым вам показывали зимой который находится сходит от улицы между улицей зеленой и улицей амбулаторный идет вниз так называемый утошный спуск зимой кто не смотрел посмотрите очень красиво красочное было видео такое мы снимали всего как раз все было в снегу ну а сейчас мы как и обещали пришли после первых весенних штормов в принципе два таких довольно таки сильных шторм уже были мы сейчас идем показать вам что там происходит внизу с этим берегом ну и наверное отсюда прогуляемся в сторону 133 причала штамм тоже было довольно таки сильно сильное обрушение знаете судя по тому что мы видим вот это вот береговую вот подбери под берегом вот эту вот полосу такую в воде ярко-рыжую говорит о том я встал про это говорю о том что смывает глину то есть там есть обрушение глинистые идем вниз смотреть помните как мы зимой здесь проходили хрустел снежочек так было прикольно красиво ведь а сейчас начали уже распускаться деревца а вот эти какой ярко красивое дерево вообще весна знаете я всегда когда показываю весну их последние вот видео серии прошлогодние позапрошлогодние я очень люблю всевозможные цветения как деревьев так кустов и всего остального поэтому всегда стараюсь показать именно цветение это реально классно красиво и интересно обновление проверяясь вот такими тропками мы специально показываем вам немножко другие ракурсы чем в прошлый раз что мы не могли подойти потому что здесь было все в снегу сейчас сюда можно подойти но тут еще больше обвалился берег то почем в прошлом году мы еще ходили сегодня уже этого нет смотрите как здесь обрушилась вот эта вот часть берега видите что здесь творится смотрите вот она вот там еще заходили на вот этот помост где труба сходит по нему ходили вот этому куску обрыва смотрите здесь свежие везде оползневые трещины и смотрите вот как раз та самая проблема которой я всегда говорю вот это вода видите вот озерцу и вот она как раз в этом месте вот где зерцата одно второе третий это не дожди это как раз вот те самые подпочвенные воды которые стекают вот здесь вот вот ведь раз разрыв плюс ливневые дожди когда были плюс то что юрий сами сочные воды подпочвенные они стекают образуют вот такие вот карманы вот видите как здесь то есть она не пробила себе дорожку в самый низ не ушла она осталась стоять вот точно же она остается стоять на других уровнях и вот этот уровень потом намокает и весь съезжает потом начинается шторм и он его размывает вот такие вот естественные процессы на черном море на нашем побережье давайте пройдем чуть дальше посмотрим с той стороны а потом двинемся если получится пройти к лучу как я уже сказал в ту сторону так мы показываем все от первого лица все для вас эти бетонная огромная плита который забетонировали думали что я ничего не будет ее тоже смыло и вот смотрите дальше видите все это вот такими пластами сползает и падает вот это все мокрый грунт то есть то что я вам показывал в нашем вчерашнем видео про 16 фонтана как в принципе то же самое что и в санджейке вот как раз эти оползневые процессы здесь в черноморке в лютсдорфе очень наглядно демонстрируют его сущность видите вот она мокрая вот она намокла и она съезжает постепенно постепенно съезжает вот такими вот этажами скажем так вот как раз та самая вода вот она набирается вот она все мокрая вот тут тоже все мокрая вот она стоит вот она видите мокрая вот эта вся часть давит на этот грунт и он естественно садится почему говорю что самая первая ситуация которую нужно решить это отвод ливневых сточных и канализационных вод только тогда можно делать укрепление побережья иначе никакого решения не будет просто-напросто смотрите вот вот сливается вот сливается какая-то труба идет на сверху и скорее всего это тут тут вряд ли кто-то сейчас живет скорее всего это все-таки сделали вывод именно грунтовых вод получим похоже на то что это грунтовая вода и вот она постоянно течет таким вот образом и вот на раз набирает то самое озерцо вот видите мы нашли откуда эта вода приходит и вот так оно все ползет 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 постепенно размывая каждый последующий шторм керскал его просто съедает увидеть вот я наступила здесь на все мокрое вот на жижа сейчас мы попытаемся подойти чуть ближе насколько мы сможем ой вот так вот смотрите весь пляж ой тут хорошо видно так он кусками расходятся и вот знаете это как раз бетонная плита я сказал что забетонировали в надежде видите там даже под колонны места были что-то собирались строить она ушла вместе с грунтом просто-напросто съехала как на лыжах и вот она уже в воде буквально еще один шторм подмоет вот эту всю глину вот здесь и она просто ляжет и мы ее буквально через там максимум через полгода увидим как она лежит уже просто на песке и вот этого всего уже не будет она размоет вымоет дальше да но создаст небольшой себе опять-таки песчаную песчаный берег но она его съест гораздо дальше и так постепенно постепенно к осени я уверен что если ничего не делать а тут никто ничего делать не будет вот это все смоет вот до тех мест где сейчас стоит наша виктория на более-менее целинном где труба течет целинной территории это все съезд вот такая вот картина здесь в люцдорфе вот видите с обратной стороны вот эта плита которую подмывает но мы с викторией двигаемся по вот этим всем руинам иначе не назовешь руины склонов и будем постепенно через волну пытаться двигаться в сторону 33 133 причала потому что по верху мы сейчас там не пройдем уже там все размыло попытаемся пройти по берегу насколько дойдем вот и какой куст акации интересно при том что говорят сажайте деревья и будет держать склон вот он пожалуйста вот вам само дерево а вот вам его корни показатель того что не будет оно держать склон вот их тут было очень много насаженных и больших и маленьких и кустов не держит дерево склон я вам показывал почему основная позиция это именно из-за того что нету отвода воды то есть вода подмывает склон и соответственно она вот это все просто-напросто осаждает видите вот смотрите вот мы тут ходили прошу с вами помните и это был большой склон вот там по верху мы скакали вон еще люди выбрасывали мусор а вот она уже съехала я не знаю конечно интересно вам сегодня такой ролик или нет вот и какая синяя глина и даже не голубая а синяя самая то лечебная вот она красота отложения большие я здесь вот следующая знаете часть видите тоже она вся сыпется как знаете как игрушечный домик как карточный просто-напросто волна подмывает и вот оно все съезжает вот знаете помните мы прошлом году ходили и показывали вам вот эту глину мы его там шли по плитам по тем и вот эта глина была в склоне склон был к раз на том месте где мы сейчас идем уже его смыло и уже следующий падает это конечно не безопасно тут где мы сейчас идем с вами но мы постараемся быстренько проскочить и вам все показать конечно все самое интересное вот такие вот виды черноморского побережья и это не только здесь в люсдорфе то есть люсдорф это знаете частная частный пример почему вы тоже здесь как раз нет укреплений здесь нету канализации и все вот это полностью вот это же 3 большое дерево но точно же просто его подмыло она съехала он видит тоже сверху с трубы капает может это канализация может это грунтовые воды конкретно в этом случае но она есть и она течет она точно так же подмывает этот склон видите вот таки вот вода вот опять таки вода и тут где вода опять таки но все сползает вот эта вода течет видите вот трубы трубы явно где-то уже прохудились она течет вдоль труб вот таким вот образом сверху а еще один пример по поводу дерева смотрите огромная корневая система большое дерево это кстати маслина только говорили нас сажать маслину маслина сто процентов выдержит вот вот она выдержала видите вот она лежит уже в море постепенно ее смоет обтешит ее тут тоже не будет вот следующее следующий домик мимо которого мы вот тут проходили вдоль и выходили туда на причал 133 вот он уже висит смотрите вообще уникальный пример который редко когда видно именно в живую это свежие вот буквально сегодня вот это вот дерево видите вот с таким огромным комом вот оно растет это явно было наверное груша она таки осталось расти а смотрите какой здесь вид если мы посмотрим сейчас сюда вот она съехала ведь она росла аж вот там вот вот возле забора вон и вот она протащила за собой весь этот ком видно как она ехала то есть даже трава вот осталась а ком весь то есть точнее ком весь остался с травой и он съехал просто-напросто вот вместе с забором смотрите вот там родничок он подмывал груша поэтому хорошо росла но вот этот весь пласт вот он съехал вот он сейчас вот кусок вот над викторией вместе с деревом это съехавшие оттуда сверху точно так же как вот совсем чуть-чуть времени и съедет точно так же вот этот домик вместе с этой вот частью это может произойти в любой момент двигаемся еще дальше смотрите как интересно ну здесь понятно что опять-таки склон обрушился все это упало вот и часть чего-то дома кирпич старый кирпич ведь желтый красный некоторые даже дореволюционный может быть ты не как его размывает постепенно постепенно волной все больше и больше так его чешет и просто будут маленькие камушки а тут вот такая вот глыба которая точно так же висит над пляжем ну над пляжем сложно сказать и откалывается вот такими кусками смотрите вот он видите съезжает раз и поехал это подмывает и она дальше дает мы идем здесь при том что отродил под ногами камни настолько мягкий грунт он просто-напросто садится вот смотрите расщелина вот кто помнит мой зимний ролик я же еще раз а кто не помнит посмотрите я проходил как раз вот здесь вот сверху от вот там вдоль тех домиков еще был обрыв где-то вот как вот сейчас вода я еще предупреждал что ровно в первый первые весенние штормы шторма она все это съедет и я брушится вот она съехала и обрушилась мне очень интересно посмотреть что сейчас на в районе 133 в начале 33 причала там помните осенью когда был шторм ноябре очень сильно побила курени и очень сильно съела берег очень сильно реально я думаю сейчас там будет еще хуже картина судя потому что мы видим вот здесь видите дальше вот все сколько мы идем столько оползневой процесс это все свежая вода же вот она ведь вот еще буквально сегодня же тоже упавшая и вот уже вот здесь вот та его которая была помните участок который мы упираем и упирались когда приходили со 133 причала его еще наверху вижу его есть но вокруг нее тоже все очень сильно поехала вниз так друзья напоминаю сегодня у нас 4 апреля 2024 года вот такая вот здесь картина как говорится картина маслом смотрите вот тот участок которому еще можно было подъехать машиной в прошлом году вот здесь был и вот тут был от него косой спуск по которому мы спускались все все это съехала то есть там уже пройти нельзя его еще осталось но она тоже скоро упадет и берега уже нет давайте попробуем подняться выше поговорим сверху а вот среди труба вот это уже явно была канализация с этого самого дома в вода с нее сейчас не течет но но и понятно здесь никто не находится никто не живет а склон видно что он вот еще дышащий такой вы знаете любой момент и он может пойти дальше здесь к сожалению по этому полу мы сейчас не поднимемся вот видите вот это была наклонка которую ровняли для спуска к морю от этих домиков оно все мокрое и все живое мы пытались залезть он начинает откалываться мы наверх не поднимемся идем дальше по пляжу вот этими самыми склонами да конечно опасно страшно нам потому что только что возле нас мы видели как сзади нас кусок упал жалко мы не успели его заснять на камеру но мы для вас идем и работаем смотрите вот оно видите какие огромные глыбы стоят просто вот как будто зависшие в воздухе они висят да правильно виктория про это не след они висят они просто висят как вот а лесенка которая висит над морем а мы еще осенью по ней поднимались вот как раз был склон и было продолжение этой лестнице как раз она камню и мы когда здесь закончили ходить мы поднялись по вот этой лестнице все уже давным давно и нет кстати сейчас я вам покажу еще что именно опять таки в этом месте лестнице течет вода то есть везде на склонах есть помимо того что выводят канализации то есть везде так называемая верховодка вот эта вода которая под шкурой земли и она размывает эту глину так называемые родники которые мы вам часто показываем вот смотрите хочется верить что это тоже родник что это не канализация чья-то хотя судя по оранжевой трубе выведенной может быть и канализация но такое или смесь был родника вывели и то и другое и вот как раз в этом месте видите хоть камни и положили но опять таки видно что в этом месте оно и выедает идем дальше друзья хотелось не короткий ролик показать но чувствую чтобы показать полностью всю картину весь масштаб происходящего здесь оползневого процесса нужно все-таки затягиваться и идти дальше максимально максимально чтобы вам было это интересно мы конечно на 133 причал сейчас уже далеко так не пойдем но мы до него дойдем чтобы вы видели все происходящее а потом уже как-нибудь зацепим отдельно причалы и пройдем по причалам от 133 туда до дачи ковалевского но пока вот так вот кто помнит вот начинается вот тут был шлагбаум вот начинается 133 причал вот он и мы тут как раз начинали наш ролик про 133 причал вот этого места когда была небольшая трещинка но она еще не обвалилась смотрите оно все съехало уже до забора то что я сказал что до лета вот доберется до этих дач полностью весь этот склон съехал и дальше оно все мокрое видно что там ручьи везде сочатся и оно просто съезжает сползает наверх пока возможности подняться нет сейчас получено здесь практически блоки и подняться мы конечно поднимемся но принципе картина ясна и отсюда мы еще хотели прогуляться сторону 129 причала туда 130 поэтому сейчас мы вернемся отсюда еще пройдем в ту сторону и вот опять таки труба и вот она все течет неважно это канализация или это выведенная вода родниковая но и которая из-под почвы но эту трубу надо было вот здесь вот восстановить провести дальше же она уходила как можно все в море жена не мочила вот здесь грунт она вот и грудь здесь мочит весь этот грунт опять-таки на макая становится более тяжелым и съезжает видят раз вот здесь для труба вот оно и обсыпается смотрите вот он помимо того что здесь уже много раз насыпалась это все насыпной грунт а вон уже добралась вот украду бияма это до родного целинного грунта и она все равно его разъедает и она съезжает вот видно трещина вот эти намокает и вот видна трещина вот эта трещина отколется и упадет и вот эти все блоки весь этот мусор здесь до одного места просто-напросто и видите кто чем мог то как мог кто-то боем кирпича кто-то боем плитки кто-то боем железобетона пытался усиливать этот склон но все это я же до одного места к сожалению вот она вот она съела и дальше ведь а вон уже те дачи помните вот тот вот помост на котором человек стоял вот он вот вот на котором человек стоял ловил рыбу все его нет причем уже остался висеть полностью там уже все подмыло и размыло все падает в воду тут тоже дороги уже нет все то о чем зоотроп предупреждал так она в принципе и произошло к сожалению такая вот картина по побережью черноморки друзья ночь мы дошли до луча запоминаете это местность запоминаете эту точку следующий наш ролик с этого места мы начнем мы придем сверху наоборот и продолжим по территории луча а сейчас мы возвращаемся в 100 куда к спуску у то и продолжим путь по пляжу к 130 причалу покажем что там сейчас с ним и так двигаемся вперед оставайтесь на я спасибо что вы с нами смотрите хороший показатель вот эти да вроде бы везде цельная глина все хорошо все прекрасно непонятно почему она ползет но смотрите есть вот такие вот пустоты промытые водой этими же самыми родниками видите сверху она целая а вот здесь промытая и там пустота это по этой пустоте пошла трещина она мокрая на влажная дальше она вышла вот здесь ведь она ушла сюда и вот она вышла и соответственно весь этот склон он внутри мокрый то есть небольшой шторм который бьет его снизу создает мини землетрясение в нем и он просто-напросто падает вот такие вот огромные валунами кусками вот мы вернулись к тому месту где мы спустились возле плиты и теперь идем в сторону я уже анонсировал 130 причала видите тут немножко кусочек пляжа типа на мыло но его не на мыло это суть в чем вот эта часть обвалилась выперла то есть ушла глина под низ и это обнажилось видите вот там глина вот то все глина а тут песочек причем песочек знаете за счет того что он свеженький скажем так по нему сложно идти он сейчас такой мягкий мягкий ну вот как то так так идем ветер надо усиливается шторм тоже усиливается мы еле выбрали с той стороны а сейчас идем на противоположный спуск который идет от красной гвардии там будем возле 130 причала наверно заканчивать надо будет подниматься наверх видите тут тоже уже домики которые были очень далеко скажем так от воды уже стали первые линии от моря эти вот они уже тут совсем когда-то кто помните я рассказывал показывал вот тут вот с того спуск где мы спустились была дорога вот эта дорога проходила вот так и заходила туда вдоль это все был пир и здесь не было песка это все вот и как раз где мы идем было где-то дорога она уходила вот она те на тот тополь заходила на 1 на 128 20 ряды причалы смотрите сколько здесь голубой глины сверху более светлая и снизу вот она та самая темная глина именно синяя такой огромный огромный пласт можно прямо бизнес открывать а тут вот свежий еще один обвал только что человек что-то копал то ли раскапывал себе вход-выход то ли искал клад какой-то может а глину голубую глину вот видите как раз то что я говорил про те самые заработки на глине вот видите вот где набирают глину вот лесенка человек приходит набирает и потом явно ее продает такой бизнес тоже процветает здесь смотрите вон сверху тоже деревья съехали как и весь склон если кто помнит мы когда осенью ходили все вот это было где-то вся часть урудия сейчас каната то что висит она все было вот это я мы не было вот она обвалилась вот таким вот образом друзья я надеюсь вас я еще не утомил видами обрывов постоянно упала 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 напишите мне интересно или может быть не стоит вылазить такие места и показывать вам то что мы видим своими глазами то что мы вам показываем видео здесь очень интересно видно как наслоение было при том что не нацепной груз о вот отсюда смотрите вот то что я вам показал с той стороны расщелину вот сейчас я на нее попытаюсь чуть-чуть залезть чтобы вам показать вниз до выше не залезу вот видите вот он точно так как помните в санжейке я пока откололся склон и съезжает вот она все то же самое подмывает и съезжает такая вот беда здесь и никто эти склоны не укрепляет и никому они не нужны понятное дело что в это время сейчас вообще склоны никому не нужны но это все очень печально и страшно смотрите вот кстати еще интересный момент откуда появляется песок у тот самый песок который мы только что говорили с вами там на пляже да что не было не было пляж то раз пляж появился смотрите склон глина а теперь мы давайте мы вот сверху мы опустимся опустимся его подмывает подмывает мы опустимся вот сюда видите что мы здесь имеем песок вот он видите вот он морской песок почему появляются берега смотрите его очень много вот он чистый хороший вот ниже опять вот глина и таких слоев могут быть очень много вот он ведь его потом подмоет вот таким вот образом этот склон съедет при том же смотрите насколько вот где кромка воды уже подмытая и вон где тот песок который я только что копал вы не как интересно вот он откуда он везде вот он точно так же тоже песочек и это не намытый если его если копать глубоко тут будет много вот удачи видите мокрый пойдет но сильно его копать сейчас нельзя потому что мне на голову может упасть вся эта глыба потом то есть это не намытый штормом это реально песок который пласт будут глина 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 потом песок такая вот картина здесь на побережье а наша виктория ищет камушки красивые она не может ее ветром сносит ей надо много камней чтобы ее не уносила ветром а то папа не кормит смотрите тут вот тоже видите что-то было какие-то усиления были рельсы стояли не помогло смотрите как здесь стекла вода лучше какой-то был склад каких-то крышек и какое количество этих крышек здесь это закопанных какой-то мусорный а это уже смыло все я уже понял это сверху сейчас над нами кто помнит переулок красной гвардии вот он как раз сверху вот тихая гавань и переулок и вот тут всегда была свалка тут выбрасывали еще с тех далеких времен все что только можно было и вот как раз тоже видно крышки что был тарный склад и всякая другая срань видите как ее размывает кусками все мусор тот который выкидывали сверху вот он начал свое движение и отслоение в море вот он слои мусора то есть это скал съехала и вот он вон сколько крышек еще и это все будет постепенно в море вся вот эта вот гадость ровно первый шторм ее размоет и она будет плавать а потом люди будут резать ноги этими крышками всем этим мусором так друзья такая вот картина я думаю что мы с ним более чем достаточно вам все показали подробно то что смогли вот уже сто тридцатый причал который съела тоже печалька 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 вот вы была черная труба на которой мы ловили бочку ведь уже эту лестницу которую делали спуск турникам тоже всю подмыла и разрушила я конечно это место осенью показывал сюда залазил подробно но хочу показать еще раз это бывший сто тридцатый причал все что от него осталось и вот то начало 129 он еще по чуть-чуть есть но тоже непонятно как друзья итак вот этих тополей до этого 130 причала хочу пожелать всем мира добра спокойствия и напомнить что зоотроп работает для вас с вас подписка и лайк ну а мы погнали дальше снимать интересные места интересные ролики конечно для вас напишите обязательно было ли вам интересен сегодняшний ролик кстати а вот с левой стороны у нас сейчас вот домики вот видите вот эти вот на камеру вот раз деревянные и вот тот вот большой домик и под ними обсыпавшийся склон помните это заведение называется тихая гавань подумайте если вы вдруг будете ехать сюда отдыхать на этом разрешите откланяться зоотроп работает для вас